Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре белоснежный фарфор. Такие белоснежные вазы из бисквитного фарфора. Бисквитный фарфор это фарфор, который не покрывается глазурью. Поверхность такая нежная, бархатная. На этой вазе выполнены цветочные сюжеты. Такие выпуклые листочки. И, наверное, это такие одуванчики. Внутри каждого бисквитного изделия присутствует глазурь. Высота этой вазы 19 см. Вся ваза покрыта вот этой растительностью. Это все выпуклая, роскошная и необычная форма. Все вазы индивидуальные. Каждый листочек. Все это выполнено вручную. Достаточно медленный процесс, когда дело касается бисквитного фарфора. По клейму это кайзер, бывший алька кунст. И здесь собран фарфор немецкий. Все вазы авторские. На каждой есть номер и подпись художника. Такая ваза есть в наличии. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Просто хочется рассматривать и ничего не говорить. Следующая ваза даже в кадр не помещается. По высоте она 32 см. Каждая ваза это произведение искусства. Разные формы, узор, рисунок. Белоснежные розы на белоснежном фарфоре. Объемные бутоны, листья, шипы. И вся эта ваза покрыта рисунком. Удивительная форма. Она такая большая. И здесь такое интересное оформленное горлышко. Сам по себе фарфор бисквитный. У него есть как какое-то звучание. Он приятный на ощупь. Такой прям шелковый. Это тоже кайзер. Все изделия винтажные. И очень сильно ценятся в Германии. Такая большая высокая ваза есть в наличии. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. У мануфактуры кайзера есть свой почерк, свой стиль по изготовлению вот этих ваз. Ваза кайзер это 70-е годы. Следующая ваза, она небольшая, невысокая. Каждая ваза это как произведение искусства. Идея заключается в самой форме и в самом изображении рисунка. Такие вазы считаются редкими предметами. Мне присылали их из Германии. Снаружи все матовое, бисквитное. Внутри глазурь. Это уже другая мануфактура. Генрих. На 50-е годы. Наметные знаки. Подписи автора. Это дизайнерские работы. Выпуклая такая ромашка. Цветок. Очень деликатно и благородно выглядит. Рисунок этот выполнен с двух сторон. Такая вазочка по высоте 12 сантиметров. Это ваза для каких-то небольших букетов. Но мне кажется, что ее еще очень прекрасно используют для сервировок, как салфетница. Все они изысканные. И вот этот чистый светлый фарфор белоснежный придает изделию благородство. Поэтому если вас интересовало, то пишите мне на WhatsApp. Следующая ваза уже от мануфактуры Шуман. Такое клеймо ставила в 60-70-е годы. Бисквитный фарфор в Германии даже там ценится и стоит достаточно дорого. Здесь уже выполнен немного другой сюжет. Объемные птички. Они с двух сторон. Такие рельефные. Все это как на таком фоне скомканной бумаги. Шикарно выглядит. И здесь вставка горлышка уже добавлением глазури. Все остальное бисквит. Шикарное исполнение. Изысканные изделия. Ваза как воздушный зефир. Облачный и необычайно красивый фарфор. Благородное изделие. Исполнение которых много скульптурных моментов. Все изделия напоминают своего рода мрамор. Он монохромен и не блестящ. Весь эффект от продуманных рельефов. Которые создают игру светотени. При каждом освещении эти предметы будут смотреться всегда по-разному. Высота вазы с птичками 20 см. Поэтому если вас заинтересовали какие-либо из бисквитных ваз. То пишите мне на ватсап. А к бисквитным вазам я еще решила добавить фарфор неокрашенный, бесцветный. Такой миниатюрный подсвечник на одну свечу. Выполнено здесь как такое травление. Тоже рельефное. Необычная форма. Тончайший фарфор. Прекрасная сохранность. И клеймо это Хученройтер. Такое клеймо ставилось с 55 по 69 год. Белоснежный тонкий фарфор. Прекрасное травление по всему подсвечнику. Такой подсвечник. Тоже на одну свечу. Богатый веймаровский фарфор. Сразу узнаваемый по форме. Рельефности по всему изделию. Массивная ножка. И подсвечник не маленький. Легкий, невесомый. И саму клеймо Веймар, которая ставилась в 50-е годы. Рельефность являет какой-то определенный шарм. А белоснежный фарфор добавляет этому изделию еще больше изысканности. А любителям, кто собирает неокрашенные статуэтки, посвящается вот эта редкость. От Геральт Парцелан. Бывший Титау. Фабрика существует с 1904 года и называлась Титау. С 1937 года получила название Титау энд Геральт. В 1997 году мануфактура вошла в состав Сейтман-Вайден. Такая девочка в платочке. На ножке у нее бабочка. Шикарные изделия. Обратите внимание, как выполнен бантик. При разных освещениях сама статуэтка играет другими красками. Даже появляется выражение девочки. Детская тема. Само клеймо. Геральт Парцелан. И есть также номерной знак. Удивительная работа. У нас такое впервые. Все статуэтки в идеальной сохранности. Без колов и трещин. Тонкое, шикарное изделие. Все предметы, которые лежат на столе, приехали к нам из Германии. С немецкой посылкой. Достаточно большая, высокая статуэтка. Мальчик держит петуха. Очень роскошно выполнена. Скульптурно. Главное. Конечно же, немецкий фарфор всегда отличается каким-либо качеством. Изделия немецких мануфактур очень роскошные. Кто собирает детскую тему, это прекрасная вещь. Вашу коллекцию. Роскошь. Номерной знак. И сам мальчуган. Какие рельефы, объемы. Именно на белоснежном фарфоре эти рельефы очень сильно бросаются в глаза. Если вас заинтересовали, то пишите мне на WhatsApp. Эти прекрасные мальчик с девочкой можно взять также вместе и попредметно. Одна и та же мануфактура. Из чисто белого фарфора обнаружила еще такую вот прекрасную сахарницу небольшую. Такая же рельефность. И она прекрасно сочетается вот с этим подсвечником. У них даже одинаковая вот эта рельефность. Крышечка. По самому краю выполнены вот эти штрижочки. Объемные. Все в идеальной сохранности. Белоснежный тонкий фарфор. Абсолютно невесомый. И по бокам выполнены вот эти рельефы. Такое клеймо ставилось с 29 по 72 год. Шикарные изделия. Прекрасная сахарница. Она небольшая. Очень легкая и роскошная. Ни к чему не обязывающая. Эти предметы объединяют в себе красоту, чистоту и благородство. А самое главное изящество. Которое можно абсолютно спокойно сочетать с другим фарфором. Даже цветным. Поэтому если вас что-либо заинтересовало с этого ролика. То пишите мне на ватсап. Все предметы, которые я сегодня показала. Они есть в наличии. Собирайте хорошие вещи. Хорошие предметы. И конечно же цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.